Аааа, ребята, у меня чуть ли сердце в пятки не ушло, серьёзно, я так боялся, зато ещё кварца нашёл, хорошо. Привет, дорогие друзья, с вами Рома и добро пожаловать в Кровавую историю, в котором я сделаю себе Кровавый Шармага. Вот он в инвентаре, в руках, и он синий, представляете, идеально подходит к моей броне. Но на самом деле сейчас немного не об этом, потому что мы наконец-то можем себе сделать электрический спавнер. Так-так-так, давайте на всякий случай присмотримся. Наэлектризованная сталь у меня уже давным-давно присутствует, ещё, наверное, серии так 5-6, потом череп, скелета и сушителя тоже есть. Т-т-т-т-т-т-т-т, это всё у нас действительно присутствует, и вот, вибрирующий кристалл. Давайте на всякий случай освежим память и посмотрим, как создаётся. Ага, всё есть. Подожди, Рома, у тебя же нету изумруда, скажете вы. На самом деле, да, действительно, у меня его нету, но сейчас я его легко достану. Так-так-так, здравствуйте, пшеничка, мне придётся вас добыть, потому что прямо сейчас я добываю примерно 20 штук, и иду обменивать на один изумруд у жителя, потому что у меня есть такой житель. Та-дам, вот она, эта самая деревня, и мы просто сейчас ищем того, кто обменивает пшеницу на изумруд, мы это уже поняли. Пипец, просто первый житель и сразу же найдено. Идеально, изумрудик готов, и по идее всё, можно возвращаться. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, стоп, я немного тупица, нам же понадобится два таких кристалла, получается мне нужен ещё один изумруд, ай-я-яй. Эх, жители, спасибо вам большое за то, что у вас растёт эта самая пшеница, что бы я без вас сделал, просто мне там иначе бы пришлось ждать, 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 пока у меня вырастет. Получается, вначале мы переделываем вот этот сплав в осколки, и после этого эти самые осколки просто берём и запитываем изумрудом. Та-да-та-там, та-дам, вибрирующий кристалл готов. Только погодите-ка, я совсем забыл, мы же не сделали зомби-контроллер, да, мы сделали отрубатель и сращиватель, но мы не запитали все эти предметы в один блок, поэтому сейчас быстренько создадим. Гимба шло-поехало, прогресс уже 75%, ещё немного, осталось и мне интересно, инструменты пропадут? Нет, смотрите, просто прочность потеряется. Окей-юшки, зомби-контроллер, здравствуйте. Точно так же, здравствуйте, электрический спаунер, никакой ачивки, очень жаль. И давайте прочитаем, пустой, объедините со сломанным спаунером в наковальне, то есть нам ещё понадобится пустой спаунер. Пипец, получается, прямо сейчас нам нужно искать какой-нибудь данж, где будет этот самый спаунер с каким-нибудь зомби-пауком или скелетом, короче говоря, нам просто нужно найти спаунер. Хорошо, хорошо, я выйду на поиски, но при одном условии, у меня должна быть хоть какая-то еда, она у меня просто закончилась, чёрт подери. Так, добываем тыковку, как вы, наверное, понимаете, из тыковки можно сделать очень много бульона, а бульон питательный, и самое главное, его всегда много. Так как я дурак, вы все прекрасно это знаете, я возьму и прямо сейчас на последние алмазы, да, действительно, у меня осталось всего лишь три штуки, создам новую алмазную кирку, я надеюсь, что она окупится. Просто реально, меня уже раздражает то, что у меня так много кирок, но они все поломаны, мне бы поскорее сделать себе кровавый сундук, но к нему мы ещё придём. О, подождите, вы не знаете, что такое кровавый сундук, на самом деле, это очень нужная штука, которая чинит предметы, здесь так и написано, и создаётся она не так-то просто, здесь понадобится вот такое вот ядрышко. Так как я не особо сейчас хочу влазить в эту тему, я просто возьму и забью на неё, пойдём искать грёбаный данж со спамнером. Попутно не забываем добывать всякую руду, и, конечно же, драгоценности, без этого никуда. Капец, ребята, хожу, брожу здесь, и бам, снашёл изумрудную руду, просто замечательно. Так, давайте, конечно же, добудем с помощью алмазной кирки на удачу, и, надеюсь, выпадет как минимум две штучки, да, чёрт подери. Как же прелестно, ребят, я тут, значит, хожу, хожу, копаю, копаю, и бам, снашёл алмазную руду, просто замечательно. Конечно же, я её добуду, и получу, ой, как много алмазов. По-моему, там было пять блоков, а в итоге я заработал целых восемь штучек. Это, конечно же, хорошечно, но мы до сих пор не нашли данж. Та-дам, я, наконец-то, хоть что-то нашёл. Заброшенная шахта, и тут у нас сразу сундук с вагонеткой. Давайте посмотрим. Опачки, кнопочки, чёрный лотус, это замечательно. Как бы всё остальное там не так уж и интересно, и здесь я всё это время слышал скелета, прокопал, и вот он, мой маленький, миленький. Здравствуйте, как у вас дела? А вы не знаете, где здесь всякие спавнеры? Капец, ребята, я тупица, тупая, оказывается, это та самая заброшенная шахта, где мы уже были. Помните, мы ставили здесь печку и верстак? Ну-ка, в печи чё-нибудь есть? О, уголёк, нормально. Та-та-та, получается, шансы на успех довольно-таки маленькие, но я слышу какого-то чупакабру, и вроде как тень. Может быть, они скрывают какой-нибудь спавнер, пожалуйста, покажитесь. Ух ты, здравствуйте, бирюзовая тень, 176 хп, так-то это многовато, давайте попробуем разобраться. Ну-ка, давай, 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 потихонечку, помаленечку, главное, не бей меня. Последний удар, и с него падает не что иное, как обсидиан. Неплохо, скажу я вам, но тут есть ещё чупакабра, здравствуйте, идите в жопу, да-да-да, спасибо. Ура, ребята, хорошие новости, я нашёл, я нашёл рассадник монстров, это кейв спайды, те самые пещерные пауки, боже мой, хорошие новости, хорошие новости, хорошие новости. Наконец-то, наконец-то, наконец-то. Подождите, пожалуйста, вы только не вылупляйтесь, вы только не появляйтесь, и мне вас нужно срочно добыть. Я это, конечно же, делаю, и падает тот самый сломанный спавнер, и идеально. По сути, вся эта вылазка меня дико взбесила, но благо всё обошлось, и у меня есть эти два блока. Давайте мы это всё дело быстренько сюда засунем, и, о, боже мой, неужели 30 уровней, вы серьёзно? У-у-у, тихо, Рома, успокойся, успокойся, у тебя всё получится, плевать то, что мы к этому спавнеру идём уже 3 серии, у тебя всё получится, в этой серии ты обязательно этого добьёшься, мне срочно нужно сохранить эти 16 уровней. Аааа, господи, я знаю только один вариант, и он не из простых, это обелиск опыта, с помощью него можно взять и спрятать вот эти 16 уровней, и самое главное, если я умру, у меня просто возьмёт и это всё сохранится. Так-так-так, посмотрим, Саулари, это ещё как-то без проблем, корпус механизма тоже без проблем, вот он, этот самый обелиск опыта, вот это что такое, стержень опыта, ай-яй-яй, ой, тоже без проблем. Честно, не особо уверен, но, по-моему, нам понадобится 2 таких стержня, потому что один нужен для того, чтобы передавать опыт или забирать, а другой просто для крафта, ну ничего, если что, 2 таких энергетических сплава я уже создаю. Теперь же, когда абсолютно всё готово, мы ставим это куда-нибудь сюда, честное слово, я не знаю, нужна ли какая-нибудь энергия или не нужна, но пока что мы просто экспериментируем, уйти какой маленький. Капец, несмотря на то, что он такой маленький, вы только взгляните, как много опыта он может забирать, я просто в шоке. Ну что ж, попробуем, у нас открывается вот такая вот менюшка и отдать весь опыт, да, отлично, ура, ребята, просто замечательные новости, мы наконец-то можем передавать сюда опыт, вот, 5840, то есть 17 уровней, и мы самое главное можем его не потерять. Таки, давайте, монстры, нападайте на меня, убивайте, мне плевать, самое главное то, что опыт теперь никуда не потеряется, замечательные новости на замечательных новостях. Таки, я думаю, вы прекрасно понимаете, то, что если я прямо сейчас добуду ещё 17 уровней, а потом положу это туда, у нас не будет 34 уровня, потому что там каждый уровень стоит всё больше и больше опыта. Поэтому нам нужно добыть примерно 20 или 25 уровней, потом это всё положить, и у нас получится как раз-таки примерно 30-й. Конечно же, мы все прекрасно знаем, где легко добыть опыт в аду, мы идём, добываем кварц, и я надеюсь, что меня никто не убьёт, мы, по сути, полностью подготовились. О, панкик, ну, панкик, только решил зайти, и сразу появляется мини-трайтик, здравствуйте, а чё это вы сюда пришли, уйдите отсюда. Понятно, дело то, что прямо сейчас всё это дело добывать в открытом пространстве не имеет смысла, так как вот эти пепельники постоянно здесь спавнятся, иди в жопу. Ты чё, не понимаешь меня, я тебе говорю, иди в жопу, лук, справляйся с ним, молодец. Так, я смотрю, здесь немного кварца, есть интересно, как много уровней сейчас я получу. Ух ты, как неплохо, скажу я вам, добыл всего лишь одну залежь, и уже третий с половиной уровень, а ты иди в жопу. Чего-то я здесь хожу, брожу, хожу, брожу, и никаких монстров пока что не встречаю, кроме пепельников, но те сносятся всего лишь за два выстрела. Ааа, пожалуйста, прекратите на каркал, у меня всего лишь два сердечка осталось, зато у меня девять уровней, просто хорошо, хорошо, хорошо. По идее, лучше всего мне прямо сейчас вернуться домой, отдать эти девять уровней, и потом вернуться сюда, но это как-то не хардкорно, поэтому я так делать не буду. Фух, ребята, наконец-то я нашел хоть какую-то шахту, и самое главное, здесь первая залежь кварца, довольно-таки большая, у меня аж тринадцатый уровень поднялся. Пипец, только начал говорить о этой шахте, как бамс, она закончилась, или подождите, нет, не закончилась, или да, закончилась, здесь снова пустырь, аааай! Да чё ж с вами делать-то, грёбаные пепельники, ну почему вы постоянно из ниоткуда появляетесь? Идите в Попендряус, я же уже это сказал! Хм, ребята, а это ещё что за строение? Пойди, это крепость, но в то же время к ней она не прикреплена, поэтому давайте сейчас всё это дело прокопаем и посмотрим. Привет, здесь кто-нибудь есть, аллоу, я пришёл к вам с ничем, например, ну-ка, на-ка, может быть здесь сундуки есть? Опачки, ребят, ходил-ходил здесь и наткнулся на коридор, где выкинул кольцо маны в предыдущей серии, тогда я понимаю, где мы находимся, но, по-моему, ниже я не был. Эх, плохие новости, ребята, я здесь всё-таки был, я здесь забывал все самые пески душ, но, может быть, я здесь не добыл кварц, поэтому давайте посмотрим, да-да-да-да-да-да-да, я нашёл. Таким вот незамысловатым образом у меня уже 21 уровень, по идее здесь я могу сейчас добыть ещё больше, потому что шахта реально большая, но кварц как-то перестал попадаться. Погодите-ка, беру свои слова обратно, я нашёл ещё немного этой замечательной руды, и у меня уже 22 уровень, вау! Так, ладно, я немного подумал, подумал и понял то, что на 23 уровне стоит остановиться, потому что так можно очень долго ходить! Нет-нет-нет-нет-нет, не убивай меня, не убивай, не убивай, не убивай! А-а-а, чёрт, подери одно сердечко, ты чего, серьёзно, что ли? А-а-а, ребята, у меня чуть ли сердце в пятки не ушло, серьёзно, я так боялся! Зато ещё кварца нашёл, хорошо, так-с, добываем, добываем, надеюсь то, что за мной там никто не летит, и у меня уже 24 уровень, боже мой, пора валить домой! Ух, ребята, ну что же, этот знаменательный момент, мы нажимаем shift, далее правую кнопку мыши, и передаём абсолютно весь опыт, 16740 получилось! Капец, я просто в шоке, это ровно 30 уровней, понимаете, да, то есть сначала у нас был 17-й, потом 25-й, и вот это всё сложить, получается 30-й! Так, получается, прямо сейчас мне этот 30-й уровень, нужно самое главное не просрать и дойти до наковальни, я не буду телепортироваться, потому что это не хардкорно, мне главное не упасть с горы! Пипец, ребята, я, наверное, впервые так сильно боюсь упасть с горы в Майнкрафте, мне самое главное сейчас очень аккуратным надо быть! Потихонечку, помаленечку, блоков 20-30 осталось, давай, Рома, у тебя всё получится, да, дошли! Та-дам, электрический спавнер, пещерный паук, подайте питание, чтобы активировать, добавьте конденсаторы, чтобы увеличить скорость и хранилище энергии, так, понял, 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 забираем! Пипец, ребята, мне всё ещё не верится, то, что мы это сделали, целых три серии подряд мы к этому шли, и да, действительно, сейчас нам нужно не облажаться и нормально поставить этот спавнер! Так как мы прекрасно помним, для чего создавался этот спавнер, а создавался он ради крови в кровавом алтаре, нам нужно этот самый спавнер разместить как раз-таки около этого самого алтаря! Каким же образом, спросите вы, на самом деле, очень просто, я возьму и сверху создаю мини-арену, закрываю её и внутрь ставлю спавнер! Чего-то, ребят, как-то не очень, смотрите, я сделал себе эту самую мини-арену, поставил здесь генератор стилинга, поставил сюда электрический спавнер, и вот, наконец-то, пещерный паук создался, только создался он немного не в том месте, в котором должен был быть! Почему я сказал, что не очень? Дело в том, что здесь прогресс копится, ну, нереально медленно, смотрите, 7%, 8%, потом 9%, да я ещё это и не там поставил, в итоге пауки создаются как-то немного кривовастенько, то есть не там, где мне нужно, поэтому спавнер пока что мы сломаем! Та-дам, ребят, всё более-менее получилось, смотрите, вот она каменная плита, а там сверху у нас стоит тот самый спавнер и генератор, по идее, прямо сейчас, когда прогресс дойдёт до 100%, здесь появится паук, если что, я смогу его легко убить! Конечно же, не просто так, а с помощью меча, который принесёт кровь вот этому алтарю, короче говоря, мы просто сейчас должны проэкспериментировать! Пожалуйста, паучок, появись где-нибудь здесь, здесь, здесь или здесь, но только не здесь! Капец, ребята, это самая ужасная новость из всех ужасных новостей, которая могла была быть, у меня пещерный паук появился примерно на алтаре, это просто, блин, плохо! Так как же мне сделать так, чтобы он появлялся прямо около алтаря и, самое главное, не падал сюда, ну ё-моё, как? Хорошо, хорошо, я таки прекрасно понимаю то, что прямо сейчас я явно до этого не додумаюсь, потому что я тупой! Я надеюсь то, что вы мне поможете в комментариях, пожалуйста! Фух, ладно, ребят, несмотря на то, что это плохая новость, у меня прямо сейчас есть для вас хорошая новость, ведь мы можем создать вот это, пояс странника! А-а-а, зачем я тяну букв-а-а-а, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Путешествие по местности иногда может быть хлопотным занятием, пояс странника при экипировке в слот ремня повысит скорость передвижения, высоту прыжка и снизит урон от падения, это то, что мне на самом деле понадобится обязательно. Наконец, если не краса, он также позволяет владельцу с легкостью подниматься на высоту более одного блока без прыжка! Короче, это просто божественная фигня, которую мы просто обязаны создать. Давайте посмотрим, кожа, руна воздуха и руна земли, это у меня есть. Да я вам даже больше скажу, у меня осталось ровно 4 кожи, а самое главное всего лишь по одной такой руне. Короче говоря, пояс странника мы создаём, никакой ачивки, в принципе плевать, надеваем. И да, новое достижение, всё-таки далее. Ааа, ребята, вы только посмотрите, я реально передвигаюсь намного быстрее, а если бегаю, то ещё быстрее, кайф. По идее, прямо сейчас у меня ещё должен увеличиться прыжок, давайте проверим. Да, я действительно прыгаю намного выше, на целых 2 блока. А также, если мы просто сейчас будем идти на вот этот блок, мы поднимемся без прыжка. Давайте проверим, и да, это работает, кайф, просто и со вкусом. Да, ребят, кто бы что ни говорил, но это действительно божественная новость, и на такой божественной новости, что же я могу сказать, мы заканчиваем. Как бы да-да-да-да-да, мы все знаем то, что безбожественные или просто хорошие новости, мы не можем закончить серию, а это просто перекрывает всё. Тут на самом деле кое-чего не хватает, эй, закат, иди сюда. Эх, спасибо тебе большое, мистер закат. Короче говоря, что же я хочу вам всем сказать, я думаю вы сами знаете. Я искренне надеюсь, что вы не забыли поставить лайк, пожалуйста. Как обычно, я не забываю обращаться к тем людям, которые смотрят серию от начала и до конца. Я на вас надеюсь, и я надеюсь, что вы поставили, да? Ну ладно, 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 если нет, то в принципе упрекать я никого не собираюсь, потому что, ну, спасибо просто за то, что смотрите. Особенно если от начала и до конца, это же вообще кайф, короче, вообще, мне прям есть для кого стараться. Ох, ладно, всё, короче, действительно, я понемногу заканчиваю. Какой же крутой пояс с Траникой мы сделали. Мы могли его сделать прямо в начале серии и забить вообще на медленную ходьбу, но дождь пошёл, да? Так вот, намного лучше, и да, действительно, пояс с Траникой крутой. А прямо сейчас мне нужно, как обычно, позвать фразу. Фраза, иди сюда. Ну давай, говори, 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 а то тебя уже все заждались. И если вы здесь правы, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами была Ошка и Паучий Глаз, серьёзно. Всем удачи, всем пока, 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 пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok